Глубоко уважаемый президиум, уважаемые коллеги, позвольте мне прежде всего о двух словах сказать о том, что этот доклад представляется от двух учреждений, поскольку клиническая часть работы выполнялась на базе неонкологии Томского научного исследовательского медицинского центра. Я, конечно, не могу об этом не сказать и не поблагодарить большой и дружный коллектив за выполнение своей сложной и кропотливой работы. Теперь, что касается непосредственно тематики доклада. Что же нас подвигло к проведению собственного исследования касаемо комбинированного лечения с использованием, подчеркиваю, локальной гипертермии? Прежде всего, те цифры, которые вы прекрасно знаете. Это статистические данные касаемо России, из которых мы четко видим, что третья стадия процесса выявляется в 38 с лишним процентах случаев, вторая стадия 15,4, а именно это категория пациентов, соответственно, которой необходимо проведение комбинированного лечения. Понятно, что здесь есть разные течения и разные мнения, начиная от возможности использования комбинированного лечения с первой Б стадии, и в то же время в настоящий момент громче звучат голоса, нужно ли вообще в третьей стадии проводить комбинированное лечение, имея в виду рациональное сочетание хирургического вмешательства с химией лучевой терапии, либо же отдать на откуп химией лучевой терапии. Соответственно, следующим моментом, сподвигшим нас к этому, то есть поясняя актуальность проводимого исследования, естественно, результаты хирургического вмешательства зависят от стадии выявления процесса. Вкупе с тем слайдом, который я показывал предыдущий, понятно, что основная категория первая, а стадия, которая в меньшей степени выявляется у нас, имеет самые лучшие результаты. Соответственно, снижается вторая и третья, но и четвертая стадия практически не применяется, только в исключительных случаях оперативного вмешательства вследствие развития жизнеугрожающих состояний. Нам, будем откровенны, близок тот постулат, что химио-лучевая терапия на предоперационном этапе имеет большую эффективность сравнения с адевантным лечением. Соответственно, этому существует много теоретических предпосылок, много публикаций, и мы, подбирая материал в своем исследовании, акцентировали внимание именно на этом. О причинах и возможных ситуациях сегодня уже достаточно активно говорилось и дискутировалось. В настоящее время существует множество факторов биологических реакций, касаемых лучевой терапии. Среди них, прежде всего, радиомодификация в том плане, что необходимо усилить повреждающие воздействия лучевой терапии на саму опухоль. С другой стороны, максимально эффективно защитить от поражения нормальную ткань при воздействии лучевой терапии. В этой связи используется множество и физических, и химических агентов, и химиотерапевтических. Мы, в свою очередь, сконцентрировали внимание на использовании локальной гипертермии, которая в настоящее время, по общему мнению, является одним из самых мощных модификаторов биологических реакций. Механизмы воздействия гипертермии в настоящее время достаточно хорошо изучены и известны. В частности, это и клеточные изменения, и изменения тканьевой физиологии, прежде всего, опухоли. Конечно, клеточные изменения – это снижение и блокирование репликации и репарации ДНК, в той части, что воздействие в S-фазе клеточного цикла, ингибирование механизмов неоангиогенеза, а также усиление программированной клеточной гибели опухоли апоптоза. Касаемо изменения тканевой физиологии под воздействием гипертермии – это усиление сосудистой проницаемости и микроциркуляции, что привод к большей оксигенации опухоли и, соответственно, увеличению чувствительности проведения лучевой терапии. Ингибирование процессов тканевого дыхания, ну и опосредованно, в том числе, стимулирование иммунной системы, благодаря увеличению активности натуральных киллеров. В отношении клинического применения гипертермии с лучевой терапией, то достаточно много информации, в частности, использования у пациентов с неоперабельными, с нерезектабельными опухоли. В этом смысле рак лёгкого, видите, достаточно большие значимые изменения получены именно при проведении подобных исследований в отношении рака лёгкого. Целью нашего исследования явилось оценить прежде всего переносимость, а также эффективность комбинированного лечения в отношении той группы пациентов, которой мы относим к третьей стадии процесса. Понятно, что это достаточно разнородная когорта пациентов. Я должен откровенно признать, что в рамках одного даже большого онкологического учреждения чрезвычайно сложно сформировать максимально репрезентативные группы, которые бы максимально соответствовали друг другу касаемо основных прогностических показателей. Поэтому эта работа, конечно, заняла много времени и много сил у того коллектива, который этим занимался. Вот, собственно говоря, интересный дизайн исследования. Обратите внимание, что мы сформировали три группы комбинированного лечения. Первая из них – это термохимия-лучевая терапия, соответственно, адъювантная химиотерапия и проведение предоперационной лучевой терапии. Что интересно, то, что мы, естественно, постарались максимально синхронизировать эти группы в отношении проведения курсов химиотерапии и проведения лучевой терапии перед хирургическим вмешательством. И вот, собственно говоря, отмечено то место, которое мы отводили проведению локальной гипертермии в этой схеме. Дозиметрическое планирование использовалось, естественно, после максимального всестороннего обследования пациентов с использованием компьютерной, спиральной компьютерной томографии и системой дозиметрического планирования к силу и проводилось на аппарате терротрон. Ну, вот, собственно говоря, здесь на слайдах представлена методика планирования проведения лучевой терапии и на фоне гипертермии. Что касаемо локальной гипертермии, она проводилась на аппарате Цельсиус. Сеансы локальной гипертермии с рабочей частоты 13,56 МГц и максимальной мощностью до 600 Вт, что позволяло достаточно глубоко воздействовать на глубоко расположенные опухоли, осуществлять эффективное воздействие. То есть, сам процесс проведения гипертермии, вот, достаточно представлен на схеме, пожалуйста, взгляните, проводился несколько до 10 сеансов гипертермического воздействия. Что касается определения, прежде всего, переносимости, то при сравнении соответствующих групп нами было отмечено, что, по сути дела, нежелательные явления, они достаточно предсказуемы, достаточно закономерны в той части, что основной упор делается на достаточно хорошо известные моменты, в частности, гепатотоксичность, гематотоксичность. И достаточно интересный момент, который был максимально широко описан при проведении локальной гипертермии у пациентов с выраженным подкожным жировым слоем. Это болевые ощущения непосредственно в зоне прилегания электрода. Иногда они были такие значительные, что требовали буквально использования обезболивающих средств. Эти эффекты описаны. В частности, в литературе отмечен некроз жировой ткани в месте прилегания электрода. И, к счастью, у нас подобных ситуаций не отмечалось. Вот что касаемо непосредственно лучевых реакций и осложнений в тех группах, где проводилась лучевая терапия, то здесь они также достаточно стандартны. Слабость, изофагит, аритмия была отмечена. И вот в одном случае был отмечен пульмонит. Непосредственно эффективность проведения предоперационного лечения. Особое внимание обращаем на то, что в группе термохимилучевой терапии общая эффективность проведения лечения составила 70%, при этом стабилизация процесса достаточно большой процент. В отношении полного регресса отмечено, что у 10% отмечен полный регресс опухоли, подтвержденный морфологическим исследованием после проведенного оперативного лечения. Соответственно, в группах неодюантной химилучевой терапии, предоперационной лучевой терапии, основным моментом приходилось на стабилизацию процесса. Вот, собственно говоря, один из клинических примеров, когда при проведении компьютерной томографии, ну и соответствующих методов исследования, был подтвержден диагноз плоскоклеточного рака высокой умельной степени дифференцировки, соответственно, проведен курс термохимилучевой терапии истюсиансами. И вот после лечения перед оперативным вмешательством вновь проведенное компьютерно-томографическое исследование показалось, что имеется значительная регрессия опухолевого процесса. По объему оперативных вмешательств группы были примерно сопоставимы лоббелобэктомии и выполнение комбинированных операций. В отношении характера послеоперационных осложнений, к сожалению, нужно признать, что полностью избежать их не удалось. Так вот, максимальное количество послеоперационных осложнений было отмечено в группе предоперационной лучевой терапии, менее в группе неодюантной химиотерапии, в группе термохимиолучевой терапии, отнести это просто за счет максимального подбора пациентов, наверное, будет неправильно, но нужно честно признать, что, конечно, при формировании этих групп мы проводили максимально еще и подготовку пациентов до операции, во время операции, тщательное ведение послеоперационного периода. С опытом, конечно, мы набирали с этой информации и использовали вместе в нашем арсенале материальные технические средства. В отношении послеоперационной летальности в исследуемой группе, к счастью, послеоперационной летальности не было, в то время как в других группах она была отмечена. Основные причины послеоперационной летальности достаточно традиционны, здесь, по большому счету, добавить особо нечего. Достаточно интересным является момент о выражении степени лечебного патоморфоза, в частности, лечебный патоморфоз четвертой степени нами был отмечен только в группе термохимио-лучевой терапии. Мы прекрасно знаем, что, по большому счету, прямой корреляции между степенью выраженности лечебного патоморфоза и отдаленными результатами не наблюдается, но так или иначе отмеченные разлития позволили нам отметить, что достаточно хорошо термохимио-лучевая терапия в этом смысле воздействует на опухолевый процесс. По сути дела, мы провели связь, корреляцию между степенью выраженности патоморфоза и полученной непосредственно эффективностью и отметили, что в группе проведения термохимио-лучевой терапии эта связь была в большей степени выражена, соотмечена непосредственной эффективностью. И непосредственно определение двухлетних результатов. Вот они представлены на этом слайде. В группе термохимио-лучевой терапии двухлетняя выживаемость составила 85%, в то время как 58% и 79% в группах сравнения. Особый интерес представлял анализ результатов, полученных при наличии метастатического поражения региональных лимфоузлов Н0,1 и 2. И в итоге мы получили, что общая двухлетняя выживаемость, соответственно, в группе с термохимио-лучевой терапией, была выше, нежели в предыдущих. Таким образом, что бы хотелось подчеркнуть, что комбинированное лечение мелкоклеточного рака легкой третьей стадии, включающей предоперационную химио-лучевую терапию на фоне локальной гипертермии, в сочетании с радикальным мешайством, относительно удовлетворительно переносится с пациентами и не приводит к значительному увеличению после операционных осложнений. Применение этого метода повышает частоту объективного ответа опухоли, увеличивая количество случаев терапевтического патоморфоза третьей-четвертой степени, и, соответственно, мы имеем улучшение двухлетних результатов лечения. Благодарю за внимание. Спасибо, спасибо. Какие вопросы? Один вопрос, пожалуйста. Да, пожалуйста. Методы я понимаю. Скажите, насколько сейчас этот метод распространен в мире? И в каких странах и ведущих клиниках он получил наибольшее такое распространение? Наибольшее распространение, будем откровенны, метод термо-химио-лучевой терапии получил при неоперабельных, нерезиктабельных опухолях. Трансформация его при использовании двух операбельных пациентов – это достаточно редкая ситуация. Ну а вообще достаточно широкое распространение имеет в Штатах, в Венгрии и в Испании. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok